Добрый день, друзья! Количество инициатив, направленных на то, чтобы убедить или заставить несознательных россиян меньше есть, в последнее время множится с устрашающей скоростью. Вы все еще едите? Еще есть деньги? Тогда мы идем к вам! Как и обещал очередной замечательный депутат, которого стоит держать на примете и всячески способствовать его политической карьере, Сергей Вострецов. Он прокомментировал собственный законопроект, законопроект я подчеркиваю, обязывающий неработающих россиян самостоятельно платить за себя взносы в пенсионный фонд, а также в фонды обязательного медицинского и социального страхования. В случае отказа гражданин будет считаться уклонистом и ему придется заплатить штраф. Если гражданин по каким-то причинам не имеет работы и соответственно источника дохода, это не освобождает его от обязанности платить налоги и соцвзносы, посчитали российские законодатели. Депутат заявил, что в России нет безработицы, слышите? Нет безработицы. Поэтому никакого сочувствия к тунеядцам, не желающим осваивать рабочие профессии, он не испытывает. Политик отметил, что в стране огромное количество висящих вакансий, однако работодателям приходится нанимать мигрантов, чтобы эти места закрыть. И знаете, вот у меня лично есть близкие люди, люди в окружении, которые не могут найти работу по специальности. Есть люди, которые не могут найти работу с зарплатой хотя бы в половину от средней по региону. Хотя бы в половину. Если у нас в Москве средняя зарплата 68 тысяч рублей официально, то людям в возрасте предлагаются вакансии на полный день. С зарплатой 15-20 тысяч. Для Москвы это вообще ни о чем. А еще есть села полностью развалены, где вообще нет никакой работы. И этим людям теперь, кстати, и пенсия не положена. Законодатель посетовал, что к нему на прием все время приходят странные люди, которые имеют по 2-3 высших образования, но при этом не могут найти работу. Так это в людях проблема, не в том, что экономика развалена. Это в людях проблема, что они не могут найти работу. Когда я им указываю, что биржа труда ломится от вакансий, маляров, уборщиц, продавцов, они воротят нос. Ну так и кто виноват, что они такие белоручки? Заявил чиновник. Вострецов также порассуждал о том, что любой человек хотел бы попасть в Госдуму или поработать в Газпроме, однако шанс получили лишь те, кому это было очень надо. А тем, кому это было почему-то не надо, тем не до жиру. Идите на биржу труда, вас там переобучат из нефтехимика в маляра или повара, причем за государственный счет. Напутствовал депутат. Депутата не отпугивает негативный опыт Белоруссии, где введение похожего налога вызвало массовые протесты и заставило власти сдать назад. Слышите, в Белоруссии сделали и пришлось отменять. В Белоруссии в самом деле работы нет. Это белорусы к нам едут на работу, а не наоборот. Россия же выдает в год 12 миллионов квот для мигрантов. Как вообще в России при таком положении вещей могут быть безработные? Если россиян не устраивает зарплата в 30-40 тысяч, то это не дает им право тунеядствовать или работать в серой зоне. Думаю, друзья, вы все поняли. Депутат создает проект новых поборов. Он уверен, что безработицы у нас нет. Он не понимает, как это так. Люди не хотят работать, когда вакансии есть. Может ему стоит узнать, почему выгоднее нанять бесправных белорусов или таджиков, а не русских, которые не могут устроиться на многие вакансии вообще никак. Может ему стоит узнать, какие условия предлагаются по этим вакансиям, когда зарплата 25 тысяч, а выплатят только 10, потому что остальное ушло на какие-то штрафы. Работает человек кассиром. Вынесли из магазина хлеб, вычли с кассира, разбили бутылку вина, вычли с кассира и так далее. А может он думает, что у всех женщин за 50, да и у мужчин за 50 хватит здоровья идти работать в уборщице и маляры? Да, он именно так и думает. Сам Вострецов Сергей Александрович, представитель Единой России, ну конечно, за прошлый год заработал 5,5 миллионов рублей. У него есть три земельных участка, две квартиры в России и одна в Болгарии. То есть, в принципе, каких-то космических богатств у него нет. Конечно, депутатская зарплата вполне себе, но не космос. И я даже догадываюсь, откуда у него такие идеи берутся. Видимо, крутясь в Москве среди держателей интернет-магазинчиков, блогеров, фрилансеров и прочие-прочие, для которых вообще-то уже приняли закон о самозанятых. Вострецову кажется, что так и живет вся страна, что кто-то в селе, под Нижним Новгородом или где-нибудь под Хабаровском, у них у всех есть какой-то интернет-магазин, а реальность он не знает. Возможно, кто-то думает, что ему нужно дать шанс просто объяснить, чтобы он лучше узнал страну и справится еще, молодой, хотел же как лучше. Я не соглашусь. Он не просто мысли высказал, захотел обсудить, узнать, как обстоят дела. Он уже закон продвигает, и я уверен, его вполне могут принять в ближайшее время. Очередной, абсолютно антинародный закон. Вон из власти, на любых выборах, на любые выборные должности, Сергей Вострецов получит полнейшую поддержку от нашего канала. Вы со мной, друзья? Подписывайтесь, жмите на колокольчик, комментируйте, оценивайте. И держитесь там, денег для нас нет и будет еще меньше. А в следующем видео расскажу о коррупции на крупнейшем государственном кадровом конкурсе. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok